Диаграмма в переводе с греческого языка — это изображение, рисунок или чертеж. Для того, чтобы наглядно показывать соотношение целого и его частей, часто используют круговые диаграммы. Например, если в восьмом А-классе учатся 16 девочек и 16 мальчиков, то всем этим ученикам вместе соответствует целый круг, а девочкам и мальчикам соответствует по половине этого круга. В восьмом В-классе учатся 12 девочек и 18 мальчиков. На диаграмме всем 30 ученикам снова соответствует целый круг, а девочкам и мальчикам соответствует определенная часть этого круга. Разберем подробнее диаграмму восьмого В. Весь круг представляет собой количество всех учеников класса, то есть 30 ребят. Это полный угол или 360 градусов. Круг разбит на равные части по числу ребят, так что каждой девочке и каждому мальчику соответствует один угол с вершиной в центре круга. Такие углы называются центральными углами. Для построения круговой диаграммы первым действием нужно узнать, сколько градусов приходится на единицу измерения частей. В нашем случае единица измерения — это один ученик. 360 разделить на 30 равно 12. Столько градусов приходится на одного ученика. Мы имеем две группы учеников — 12 девочек и 18 мальчиков. Значит, величина центрального угла, соответствующего количеству девочек, равна 12 градусов умножить на количество девочек. Получим 144 градуса. Величина центрального угла, соответствующего количеству мальчиков, 12 умножить на 18, равно 216 градусов. Если сложить центральные углы, соответствующие количеству мальчиков и количеству девочек, мы получим целый круг. Сумма величин этих углов равна 360 градусов. Покажем на круговой диаграмме результаты выполнения контрольной работы по алгебре в девятом В-классе. На оценку 5 написали 5 человек из класса. На 4 — 10 человек. На 3 — 7 человек. На оценку 2 написали 2 человека. Выясним, сколько всего учеников писали контрольную работу. Сложением получим 24 человека. Найдем центральные углы, соответствующие группам учеников, получившим одинаковые оценки за контрольную работу. 360 поделим на 24. Равно 15 градусов. Найдем центральные углы, соответствующие оценкам за контрольную работу. Для этого умножим центральный угол, соответствующий одному ученику, на количество оценок 5, 4 и так далее. С помощью циркуля построим окружность. Отметим радиус. И от этого радиуса начнем по очереди откладывать углы. Первый угол — 75 градусов. Второй — 150 градусов. Третий — 105. Четвертый — 30 градусов. Диаграмма построена. Иногда на круговой диаграмме выражают части целого в процентах. Например, тут отражено количество жителей города, имеющих домашних питомцев. 70% жителей не имеют домашних питомцев, а у 30% дома живут кошка, собака, попугай или рыбки. Чтобы построить такую диаграмму, надо определить величину центрального угла, соответствующего 30 и 70% жителей. Все жители — это 100%. Значит, 360 разделить на 100 и умножить на 70 равно 252 градуса величина центрального угла, соответствующего 70% жителей. 360 разделить на 100 и умножить на 30. Получим, что 108 градусов соответствует жителям, которые содержат домашних животных. Итак, круговые диаграммы дают наглядное представление о делении целого в определенном аналоге.